итак дорогие друзья с вами снова фирма peterson и я эдуард петер после долгих мытарств и просмотры видео о каких-то девайсах потом я заставил вас посмотреть как я изготавливаю этот орден наконец пришло время то что мы на самом деле анонсировали это съемка фотографирование этого орда дело в том что он хромированный и это усложняет очень сильно нашу задачу сегодня но перед тем как приступить я вам сейчас скажу что то что вы видите на заднем плане это не крышка от моего ведерка крышка вот она я и сейчас положу под наш орден чтобы вы могли убедиться что ведерко действительно крышечка вот она и так теперь серьезно то что я собираюсь сегодня рассказать практически предметные фотографы очень неохотно этим делятся а если делятся то на своих воркшопов и это понятно почему не ставьте их в отношении ко мне в какую-то позу барыг и так далее нет то что я сейчас вам покажу мне потребовалось почти два года чтобы понять как все таки снимать вот такие украшения и я прошу вас сегодня быть очень внимательными потому что главное не то сколько у меня вспышек главное не то какие у меня камеры и объективы главное я это понял после того как проэкспериментирую огромное количество время главное понять принцип что от чего зависит и сегодня я буду это рассказывать и это буду показывать и и я надеюсь что вы останетесь довольны мы хотели бы начать с того сегодня что действительно рассказывать последовательно как всегда каким образом мы освещаем наш предмет и что зачем следует первое что я хотел бы сказать вы видите у меня орден висит на черной подставочке эта черная полоска бумаги прикреплена здесь пластилинчиком замазка такая и казалось бы если мы снимаем на черном фоне то самое простое это было бы установить за сзади бархатку то есть у меня это бархатная ткань обклеенная на картонку для того чтобы можно было ставить и сфотографировать так первое что нам приходит в голову фотографировать именно так я сейчас включу первую вспышку я всегда начинаю с контрового света и давайте мы посмотрим что произойдет когда мы попробуем на черном фоне да конечно у нас сейчас нет основного света но для того чтобы объяснить ситуацию мне именно нужен контровой итак смотрим но ясно что все в темноте ясно что у нас нет главного света но что я хотел показать то есть если мы прилепим наш орден к фону у нас практически будет отсутствовать очень важная деталь запомнить этот контровой свет служит для того чтобы как бы описать деталь нашу или орден по краям то сделать края и вот теперь смотрите если мы переместим я поставил сейчас ту же полоску немножко длиньше вельвета или бархата но отодвинил ее на 20-30 сантиметров для чего для того чтобы наш софтбокс контровой смог обойти эту черную полоску и осветить именно края мы сейчас в этом убедимся видите теперь контур замечательный хороший контур великолепно следующее для того чтобы освещать уже начать ну у меня вот этот софтбокс сверху он всегда тут стоит возможно можно без него обходиться я не знаю честно говоря не пробовал мне стоит он не помогает освещать верхние грани и поэтому я сейчас его включу и мы посмотрим что он нам даст видим теперь кроме краев прибавил свет сверху осветил отразился от нашего крышки ведерко дал металлический блеск на сам на само изделие потому что я бы конечно мог поставить белый отражатель и какой-то пластиковый но я хочу чтобы отражение были металлические и поэтому важно в этом плане иметь какую-то металлическую хромированную поверхность но в этом случае она не должна отражать черную полоску она должна отражать именно белое вот небо это то от чего зависит наш свет сверху то есть он бьет сюда этим не менее захватывает не совсем освещено еще но он захватывает сейчас уже освещение снизу уже хорошо теперь логично естественно логично поставить основной источник света как всегда я не говорю это софтбокс большой софтбокс я хочу осветить полностью эту поверхность как всегда не говорю ни настройки не установки но я вам скажу так что при каждой новой вспышки свет добавляется и поэтому чтобы не бегать по вспышкам я начал с 11 диафрагмы потому что для моего объектива она считается самой резкой ну и теперь я немножко и подниму до 13 вот и все и смотрим вот наша картинка что произошло ну да хорошо все осветилось но обратите внимание вот на эту деталь видите шестерню она как бы освещена но учтите даже при софтбоксе свет получается тем не менее жестковатый тем не менее жестковатый потому что все отражения начинаются все маленькие какие-то неровности какие-то царапины все начинает очень четко проявляться этому примеру посмотрите еще раз посмотрите каким выглядит это колесико да его можно исправить фотошопе это в общем то самое слабое место в этом орден и но тут вступает в действие один трюк который вам сейчас покажу и который очень хорошо действует это вы уже часто видели в моих видео вот эту вот этот пластик с дырочкой раньше он мне как бы мешал потому что он не нужен был то сейчас я использую точно по назначению для чего и эту дырку но я прорезал которые пластик стоил довольно таки хорошо в общем то такую трудно достать и я прорезал в нем дырку со слезами на глазах потому что еще не был уверен в том что произойдет а произойдет следующее этот пластик выполни сразу две функции первое он во первых с помощью этого софтбокса еще больше рассеет свет что тоже неплохо но самая его главная функция что он возьмет свет от контрового источника и будет отражать на наш орден уже более плавно уже более рассеянно скажем так а дырочка служит для того чтобы через нее снимать и так делаем и вот мы видим что действительно наш наше изделие наш орден стал более пластичным таким и если мы обратим внимание на шестеренку то и она получила хорошее освещение давайте сравним вот это было и вот так стало обратите внимание на общую картинку еще раз вот это было вы видите она довольно таки жесткая она довольно таки жесткая и все неровности обработки видно там как на ладони и теперь опять вот то что мы сейчас сняли через вот это отверстие есть разница но тут я должен предостеречь вас от увлечения а огораживание хромированного предмета со всех сторон дело в том что дело в том что я конечно я могу прям повесить вот тут очень близко снять и на этом все тогда бы вообще все вот эти темные полоски какие-то темные места градиенты все бы исчезло было бы чистый пластик помните тот шарик который мы с вами снимали я бы мог туда это засунуть и сфотографировать и все на том но мы снимаем хромированный предмет а когда мы это делаем мы должны всегда помнить что наш мозг интерпретирует блестящее только тогда когда у него есть три зацепки черные полоски светлые полоски градиент я имею ввиду и маленькие маленькие так называемые highlight блики блики белые пятнушки и в этом случае так как у нас пластик отодвинут на какое-то расстояние то поставив сверху тубус мы получим эти самые маленькие отражения допустим в том же самом ониксе в камушке давайте посмотрим опля он есть на этом казалось бы можно и закончить наш тубус и на этом короткий шутинг но обратите внимание на картинке что у звездочки рассыпались отражения не стали такие невнятными можно было конечно раз два фотошопе но зачем если у нас есть кусочек бархата и мы его сейчас поставим напротив но только так сбоку вернее вам видно где он стоит но только так чтобы тоже опять же не загородить возможность дать нашему тубусу показать вернее сделать хайлайт ну и вот заключительный снимок вы видите вот теперь в принципе мы готовы к тому чтобы взять нашу карточку и пойти с ней в фотошоп в фотошопе как всегда я попробую быстро сделать если не получится быстро тогда мы сделаем трехминутный экскурс в фотошоп я покажу workflow то что я хочу сделать потом быстренько пробежим если не удастся тогда я сделаю еще одно видео по фотошопу уже так что не расстраивайтесь если кто-то увидит что что-то он там недопонял или что-то слишком быстро для него если увижу что это необходимо я это сделаю а на этом у меня еще одна новость для вас скорее всего мне придется завтра работать пришла посылка с ювелирными изделиями и если я быстро с ними справлюсь вот она посылочка еще не открывал но я уже знаю что там там те же самые браслетики там битцы битцы мурана битцы круглые такие стекляшечки то тогда так как мне все равно нужно будет снять этот орден на черные блестящие поверхности мы попробуем с вами еще сделать урок с двумя вспышками сможем ли мы этого добиться я думаю да ну посмотрим хорошо если нет тогда на следующей неделе я приглашаю вас уже на урок по импульсному свету а пока фирма петерсон и я эдуард петер прощаемся с вами до следующего раза пока пока на урок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok